здравствуйте друзья я рад вас приветствовать на канале доступная реабилитация и сегодня мы с вами побеседуем о достаточно важном моменте таком как регулировка подмышечных костылей к сожалению часто ну во первых я сталкиваюсь с такими вопросами и во вторых я очень часто сталкиваюсь с неправильной регулировкой в процессе работы когда люди сами себе регулируют костыли и соответственно получается не то что нужно вот давайте мы сегодня разберем подробно как правильно отрегулировать костыли потому что к сожалению при каких-то травмах нижних конечностей или при порезах нижних конечностей костыли становятся ну можно так сказать дополнительными ногами и ноги эти должны быть комфортные устойчивые и не не вызывать никаких проблем и так друзья берем стандартный стандартные костыли но обычно как вот пришел костыль открыли упаковку и вот основную регулировку которую видят люди это длина костыля ну во первых начнем с того что современные костыли современные костыли у нас идут легкие алюминиевые на кнопочках это все здорово это все удобно они идут трех размеров но обычно это стандартные с м и л с это совсем маленький для очень маленьких людей м это средний и л это большие но что значит большие но вот например вот эти костыли это размер l но они раздвигаются до роста там по моему 180 сантиметров по описанию в любом случае в любом случае надо мерить прежде чем покупать костыли надо мерить длину от подмышечной области до пятки как правило вот эта длина указывается как высота костыля от и до от минимальной до максимальной я не советую брать вот крайние точки потому что некоторые допустим костыль до ста тридцати пяти сантиметров вот регулируется по высоте вы берете сто тридцать пять и он оказался вам мал то есть здесь желательно по своему росту попадать вот в промежуток этих крайних цифр минимальной и максимальной высоты итак друзья на что обращаем внимание во первых во первых костыль всегда вот большое заблуждение что костыль должен стоять плотно в подмышке нет друзья мы опираемся не на подмышки когда ходим а опираемся вот на ручки костылей соответственно надо четко понимать что в подмышечной области у нас очень достаточное количество и лимфузлы есть и нервные сплетения и прочее и сдавление на минание вот этой области ничего хорошего не влечет за собой поэтому считается правильным чтобы длина высота костыля должна быть таковой чтобы ровно стоящий человек у него два или три пальца входили между подмышечной опорой костыля и подмышкой входили свободно вот здесь я могу сказать что костыль вот сейчас я отрегулирую отрегулирую он чуть-чуть велик надо сделать его еще пониже чик ставим проверяем обращаю ваше внимание что у вас плечо должно быть опущено то есть когда меряете костыль не задирайте плечо проверяем все два пальца у меня входят свободно раз два три 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 дырочки так регулирую второй костыль всегда проверяем друзья когда отрегулировали высоту проверяем чтобы они были одинаковой высоты беру костыли в руки примеряюсь ну в целом ну вот здесь смотрите у меня получается небольшое несоответствие небольшое несоответствие моего роста и регулировкам костыля то есть вот казалось бы вот на такой регулировке но они мне кажется что чуть-чуть низковато но сейчас я до этого дойду друзья значит обращаю ваше внимание обращаю ваше внимание что когда вы ходите с костылями костыли у вас не должны стоять вот прям вплотную к ногам костыли всегда ставится чуть-чуть в стороны вот таким образом то есть тоже делаем скидочку на высоту потому что четко отрегулировав по высоте если вы их регулируете вот таким образом а потом при ходьбе расставляете то вам придется на них ложится поэтому смотрите костыли мы делаем чуть-чуть выше буквально одно деление сейчас прибавлю вообще регулировка костылей это такой творческий непростой процесс поэтому просто перещелкнуть кнопочки не всегда получается по той причине что еще раз повторюсь вам ну человеку с травмой долго ходить на них ну даже недели это долго понимаете поэтому это должно быть комфортно вот все я расставил чуть костыли вот опора в принципе ничего но вот смотрите еще одна основная ошибка которую с которой часто сталкиваются пациенты при регулировке костылей не обращают внимание на высоту стояния вот этих ручек и бывает такая ситуация что костыль по высоте отрегулирован правильно а ручка отрегулирована неправильно что я имею ввиду значит чаще всего чаще всего и вот здесь в данном случае то же самое происходит у меня смотрите сейчас я просто чтобы показать ради показа опущу костыль ручку костыля еще ниже чтобы наглядно показать что происходит таким образом он просто вот этот штырёчек вставляется и с обратной стороны ловим дырочку пока не буду его окончательно фиксировать вот смотрите друзья подмышечный опор и ручка ручка до опущена достаточно низко таким образом что мне рукой приходится тянуться я берусь за ручку и получается что когда я зажимаю ручку я прижимаю костыль подмышку то есть по высоте он мне нормально у меня заходят два пальца совершенно спокойно подмышку а когда я начинаю им пользоваться и берусь за ручку получается что я втыкаю себе подмышечную опору в подмышечную область это неправильно это это надо регулировать то есть мы регулируем не только длину костыля но мы также обязательно регулируем ручку в данном случае я ее сейчас поднимаю таким образом чтобы друзья чтобы у меня рука на костыле было немного согнута в локте вот что получается если я встану боком то у меня рука в локте чуть согнута соответственно подмышку у меня уже подмышечная опора не давит сейчас я отрегулирую второй костыль и чтобы было более понятно общая ситуация смотрите друзья вот костыли отрегулируем проверяем высота ровно ручки ровно беру костыли подмышки костыли у меня лежат в руках таким образом что руки в локтях чуть-чуть согнуты то есть вот сейчас я могу опираться на кисти рук на кисти но вот это расстояние в два пальца она дается для того чтобы когда вы ходите у вас костыль не проскочил подмышку не выпал но на нем не надо висеть это важный момент то есть у вас должна быть прямая спина при этом когда вы стоите вас должна быть прямая спина чуть-чуть возможно вы можете быть наклонены в сторону опять же когда вот я ставлю костыли рядом с ногами я стою комфортно ровно когда я костыли выставляю вперед разумеется я чуть-чуть наклоняюсь но это допустимо потому что когда я сделаю шаг я опять выпрямлюсь смотрите друзья что основные частые ошибки ну во первых вот эта ручка до кистевой упор когда она слишком низко вы вбиваете себе подмышечную опору прям вот в подмышечную область когда она слишком высоко друзья есть опасность того что костыль при опоре проскочит у вас подмышкой далее еще одна частая ошибка если костыли делают чересчур высоко вот мы сейчас прибавим вот казалось бы я взял костыли ну да когда я их ставлю рядом с собой они поднимают мне плечи упираются в подмышки но смотрите друзья если вы не угадаете с ростом костылей то есть неправильно их отрегулируете существует какая опасность сейчас я подниму их еще выше для того чтобы это было просто наглядно просто наглядно вот прям на максимум их вытяну чтобы вам показать что может произойти и эта история действительно небезопасно вроде вы костылики поставили подмышки стоите более-менее ровно ручки настроили ну допустим вы продвигаете к себе ну да плечи поднялись но ничего ничего страшного то есть я же хожу все равно с расставленными костылями и вот что происходит в момент шага вы поставили костыли вперед шагнули там допустим одной ногой и во время шага перехода в вертикальное положение костыля другой ногой он вас начинает подвешивать то есть у вас фактически ноги повисают и вот здесь в этот момент не зацепившись за пол костыль сработал просто как шесту прыгуна и он вас может уронить друзья мои может вас уронить поэтому все таки давайте еще раз коротко ручку выставляем кистевой упор таким образом чтобы когда вы стоите на костылях у вас рука была чуть-чуть согнута в локте чтобы у вас был свободный ход костыля и так вот я взял костыли и заправил проверяю стою ровно рука чуть-чуть согнута в локте то есть я могу опираться на кистевые упоры до подмышечной области у меня два пальца входят между подмышкой и локтевым упором то есть это не дает мне возможности выверта костыля во время опоры и в то же время я ровно стою и соответственно комфортно шагаю та же самая регулировка друзья есть костыли не на кнопках есть костыли на болтах деревянные костыли но суть регулировки та же самая потому что вот очень часто раньше мы сталкивались когда были только деревянные костыли наматывали поролон на костыли там губки и прочее и висели на подмышках и часто достаточно мы сталкивались с таким как понятием как синдром костыля это когда придавливаются подмышечные нервные сплетения и появляется порез руки вот этого друзья вам точно не нужно поэтому мы опираемся не на подмышке не висим на подмышках а мы именно упираемся руками кистями в костыль при ходьбе итак друзья с регулировкой костылей мы с вами вроде как определились если что-то еще осталось непонятным пишите свои вопросы в комментарии я обязательно отвечу если будет необходимости я досниму еще материал также был запрос на то чтобы показать как ходить на подмышечных костылях но это мы разберем друзья в следующем видео и я покажу варианты ходьбы при разных травмах потому что это тоже как говорится имеет свои особенности все друзья на сегодня я с вами прощаюсь всего вам доброго и будьте здоровы и и Продолжение следует...